В сегодняшнем видео я хотел бы вам показать, какие действия в обязательном порядке нужно выполнять для того, чтобы вы гарантированно получили дроп от данного проекта. Давайте мы с вами проговорим быстро все моменты для того, чтобы еще раз было понимание, как подключить кошельки, какие задания нужно выполнять, как будет происходить распределение, в каких сетях и так далее. Это все мы сегодня с вами обсудим в текущем видео. Перед тем, как мы с вами проговорим все активности, давайте все-таки устаканим, когда у нас наконец-таки произойдет листинг токенов. Команда разработки, админы, представители проекта, абсолютно все божились то, что уже в конце июня у нас должен произойти листинг данного токена. Но как это очень часто бывает, вчера у нас прошла АМА-сессия, на которой вышел топ-менеджмент проекта и сказали, ну, скорее всего, мы немножко не успеваем и листинг может сместиться на 2-3 месяца. Пока эта информация еще не получила своего подтверждения, давайте я вам покажу переписку в англоязычном и русскоязычном чате, в котором показано, что админы и представители проекта еще якобы не в курсе о том, что может потенциально, в принципе, быть перенос листинга. Давайте с вами почитаем чат, и здесь человек задает вопрос, что на АМА-сессии было сказано, что потенциально листинг будет перенесен на 2-3 месяца, и в то же время представитель проекта нам здесь отвечает, что не через 2-3 месяца, а в течение двух недель. Если почитаем данную переписку дальше, вы можете увидеть, как это вы говорите то, что 2 недели, если у нас на АМА-сессии было озвучено, что 2-3 месяца. В этом же месте представитель проекта говорит то, что я перепроверю информацию, потому что все поменялось буквально сегодня. Точно такие же вопросы касательно листинга задавали и в русскоязычном чате. Вы можете увидеть, что задавали вопрос, листинг все-таки перенесли, и нам отвечали администраторы проекта, что ждем точной информации от разработчиков. Причем такой ответ нам дали несколько администраторов. Смотрите, один администратор пишет, что пока информации о переносе нет. Второй администратор точно так же пишет, что ждем точной информации от разработчиков. Показываю вам переписку с четвертым администратором, который пишет, что конкретно 25 июня даты не было, была информация только про конец июня. В данном контексте идет именно про листинг токенов. Также он пишет, что, скорее всего, срок листинга будет перенесен. Как вы можете видеть, что в англоязычных, что в русскоязычных чатах все администраторы Сами были достаточно удивлены тем, что листинг у нас переносится с конца июня Я не знаю, чем это закончится Перенесут все-таки листинг или не перенесут В любом случае, давайте я вам расскажу, как нужно правильно подготовиться к листингу Потому что у меня уже на руках есть точный перечень всех и активностей, и заданий За которые 100% будет выдаваться дроп Поэтому давайте я вам более подробно про них расскажу Для начала давайте с вами поговорим, какие минимальные и обязательные активности вам нужно выполнить Для того, чтобы вы хотя бы могли претендовать на получение дропа Если вы сейчас зайдете в игровой бот, вы увидите, что здесь у вас будет отображаться циферка Это может быть 1, 2 или 3 Что она в принципе значит? Она отображает вашу активность в боте Если вы не проводили бои, если вы не выполняли комбо дня В таком случае вы просто не будете претендовать на то, чтобы получить дроп Для того, чтобы у вас отобразилась вот такая зеленая галочка Вам нужно выполнить определенный перечень заданий Сейчас я зашел специально на те аккаунты, которые у меня абсолютно не прокачаны Для того, чтобы вам показать, какие действия нужно выполнять Для начала мы с вами переходим в раздел награды И здесь у вас будет ежедневная комбо Где вообще в принципе можно взять актуальную информацию У меня в телеграм-канале в закрепленных сообщениях есть гайд, в котором каждый день, ежедневно я выставляю актуальный комбо дня На текущий день комбо дня выглядит следующим образом И давайте мы его заполним Мы с вами перетягиваем картинки и после этого нажимаем проверить Как только мы это сделаем, у нас автоматически появляется с вами выполнение первого задания Сейчас у нас с вами начала отображаться единичка, потому что мы с вами завершили первое задание Но теперь мы переходим в награды И здесь у нас будет раздел задания Нам в данном разделе нужно перейти и присоединиться к телеграм-каналу Мы нажимаем перейти к телеграм-каналу, нажимаем старт После этого мы с вами нажимаем подписаться и возвращаемся в игровой бот Мы с вами видим то, что у нас задание должно было выполниться Если мы с вами перейдем на основную страницу, вы видите, что здесь появилась циферка 2. Тем самым получается, что если мы подписываемся на официальный телеграм-канал и нажимаем проверить получить награду, мы выполняем второе условие для того, чтобы мы в дальнейшем могли получить дроп. Последним критерием из выполнения активности вам нужно провести определенное количество боев на арене. Для того, чтобы вам засчиталось выполнение активности, вам нужно суммарно провести хотя бы 10 боев. Как можете видеть, на текущем аккаунте у меня проведено всего лишь 5 сражений, поэтому я перехожу на арену. И сейчас я быстренько проведу еще 5 боев. Для того, чтобы вам слишком долго не показывать, как проходит весь этот процесс, давайте я сейчас быстро проведу 5 боев, и уже на последнем бою я вам покажу, как у меня изменилась статистика. Сейчас я провожу последний десятый бой, и давайте посмотрим, как только я его закончу, что мне отобразится. И теперь мы переходим с вами во вкладку «Заработать». И как видим, вот здесь у меня теперь тоже отображается зеленая галочка. Давайте с вами еще раз повторим. Минимальное задание, которое вы в обязательном порядке должны выполнить, это, во-первых, провести 10 боев на арене. Во-вторых, вы должны хотя бы один раз выполнить комбо дня. И третье, то, что вы в разделе наград должны найти задание подписаться на официальный телеграм-канал игры. После того, как вы подпишетесь, вы должны нажать проверить выполнение задания, и вам засчитается точно так же выполнение данной активности. Мы с вами разобрались, какие минимальные активности нужно выполнить. Давайте дальше разберем официальное письмо, которое давали представители проекта о том, что нужно и как выполнять для того, чтобы вы гарантированно получили дроп. В официальном письме представители проекта очень однозначно пишут, что единственным критерием для того, чтобы вы получили дроп, это будут ваши балансы в игре. Во-первых, будет учитываться ваш баланс, который есть в игровом боте. Поэтому, как вы можете видеть, сейчас я вам показываю свой основной аккаунт, на котором на текущий момент 323 миллиона монет. Почему я коплю данные монеты? Почему я ни на что их не трачу? Поскольку у нас остается с вами уже не так много времени, и поэтому я не вижу смысла покупать новых ботов, делать какие-то прокачки и так далее, не вижу смысла тратить данные монеты, поскольку одним из основных критериев получения дропа будет как раз-таки количество монет, которые есть у нас на балансе в игровом боте. Но, к сожалению, это только одно из условий для того, чтобы мы могли претендовать на дроп. Вторым условием, как мы можем видеть из данного письма, это количество токенов PIX, которые вы будете зарабатывать в дашборде. Что такое дашборд? Как правильно с ним нужно обращаться? Я уже очень много раз и писал у себя в телеграм-канале, и записывал для вас отдельное видео. Если хотите, тоже можете перейти в телеграм-канал и посмотреть полный гайд по прокачке дашборда. Здесь вы можете видеть, что пошагово рассказано, как и что нужно делать для того, чтобы вы заработали токены PIX. Давайте мы с вами рассмотрим более детально дашборд. Вы можете видеть, что на текущий момент у меня уже 74 тысячи токенов PIX. Данные токены PIX будут складываться с теми токенами, которые мы зарабатываем в игровом боте, и уже в зависимости от того, какое у вас количество монет будет в игровом боте, и отдельно какое количество токенов у вас будет на балансе в дашборде, они будут склад И на выходе мы будем получать реальные токены Pixvi Поэтому если вы не прокачиваете свой дашборд Это очень большая ошибка И я вам рекомендую, чтобы вы как можно быстрее У вас есть еще немножко времени для того, чтобы вы выполняли здесь задание И прокачивали своих питомцев Как вы можете видеть в разделе питомцев У меня открыты абсолютно все питомцы, которые только могут быть В среднем я их прокачивал до 10-12 уровня И сейчас я их уже дальше не прокачиваю Только раз в сутки я захожу и собираюсь с них прибыль Для того, чтобы зарабатывать токены Вам нужно раз в день заходить и выбирать каждого питомца Из каждого данного питомца вам нужно собирать ежедневную награду Очень часто в комментариях вы пишите то, что я не могу выполнить задание Мне не засчитываются задания Я вроде как выполняю все то, что пишут, но все равно у меня выполнение висит на 50% На самом деле это прям огромнейшая проблема, с которой столкнулись буквально все пользователи И вы можете видеть, что даже у меня те задания, которые точно так же здесь висят Они выполнены только на 50% Как пишут сами представители проекта, что они знают о данной проблеме И вроде как эти задания должны в дальнейшем засчитать Лично я попытался их сделать, но как видите, практически все задания мне не засчитали Поэтому не думайте, что это проблема только у вас Это проблема абсолютно у всех людей Я не стал зацикливаться на выполнении этих заданий И я по большей мере прокачивал своих питомцев И по сути основную часть их денег, которые я заработал Я их заработал с помощью того, что я ухаживал за своими питомцами Последним и самым важным подготовительным действием Является подключение кошелька и биржи Потому что на них вы будете получать свой дроб Для того, чтобы подготовить свои кошельки И для того, чтобы подготовиться к листингу Вы должны зарегистрировать себе или Bybit, или OKX Я вам сейчас покажу на примере с биржей OKX Потому что за нее дают еще дополнительно плюс 3000 бонусов Почему есть такая устойчивая уверенность в том, что будет листинг именно на этих двух биржах Потому что вы можете увидеть, что у них уже устроено партнерство Если мы перейдем с вами в задание Вы увидите, что здесь проводились совместные розыгрыши данных бирж и проекта Pixelverse Данные договоренности существуют отдельно с Bybit и отдельно с биржей OKX Поэтому это те биржи, которые вы можете уже себе подготавливать Потому что именно на этих биржах будет происходить листинг данного токена Ссылки для регистрации на данных биржах я оставил в описании Поэтому как только закончите просмотр данного видео Переходите, регистрируйтесь и подготавливайте свои аккаунты Теперь насчет подключения кошелька Давайте посмотрим, как это делается Потому что у многих людей возникла с этим проблема Для начала вам нужно зарегистрироваться или на Bybit или на бирже OKX Я вам буду показывать на примере биржи OKX Потому что за подключение Bybit отдают всего лишь 1000 токенов PIX А за подключение OKX отдают сразу 3000 токенов PIX Мы с вами нажимаем на кнопку подключить И после этого нас перебросит на основную страницу биржи OKX Нам нужно здесь зарегистрироваться и войти в систему Потому что иначе мы просто не сможем подключить свой аккаунт После того, как мы зарегистрировались Нажимаем еще раз подключить на панели управления И нам отобразится вот эта вот страница, в которой у нас будет на выбор Или биржа OKX, или кошелек Мы нажимаем на вкладку кошелек На данной странице у нас будет с вами кнопка скачать расширение Chrome Мы на нее нажимаем У нас с вами открывается расширение И мы нажимаем его установить Теперь, когда мы установили расширение, мы к нему переходим И вот находим кошелек OKX Мы на него нажимаем Нам предлагает создать новый кошелек Мы выбираем и создаем новый кошелек с помощью сидфразы Здесь точно так же выбираем раздел сидфразы Дальше придумываем себе какой-то пароль И теперь самое важное Вы создаете кошелек с помощью сидфразы Что такое в принципе сидфраза? Это ваш ключ Ваш ключ доступа к вашему кошельку Если вы потеряете данную сет-фразу, вы по сути потеряете доступ к своему кошельку Ни в коем случае никому не показывайте эту фразу и ни в коем случае ее не теряйте Здесь я нажимаю позже и теперь наш кошелек готов к использованию Мы нажимаем начните путешествие в мир веб 3 Теперь я возвращаюсь в дашборд и еще раз нажимаю подключить Смотрите, я нажимаю подключить и у меня уже отображается не сайт У меня отображается запрос подключения кошелька Здесь единственное то, что нам нужно, это создать резервную копию кошелька Потому что нас просто не пропустит Когда мы запишем свою сет-фразу, нам дадут возможность подключить свой кошелек После этого вам отобразится кнопка подключить Нажимаем кнопку подключить Нажимаем кнопку подтвердить И после этого вы можете увидеть, что мой кошелек подключен Вот адрес этого кошелька И у меня теперь в дашборде есть подключенный кошелек За выполнение данного задания вы получите 3000 токенов PIX И заодно вы уже подключите свой кошелек На который в дальнейшем будут приходить награды Ссылки для регистрации на биржах OKX и Bybit я оставил в описании К тому же, если вы по ним перейдете и зарегистрируетесь Вам будут еще дополнительные бонусы и скидки на комиссии Поэтому переходите и точно так же подготавливайте свои аккаунты Последний ключевой момент, на который нужно обратить ваше внимание Мы нажимаем на этот кошелек Здесь вы должны выбрать такой же кошелек, который вы указали в дашборде Мы с вами подключали OKX Поэтому здесь мы тоже выбираем OKX кошелек Нажимаем на него Мы нажимаем кнопку то, что кошелек мы уже с вами создали После этого нам отображается поле, в которое нам нужно указать тот адрес, который у нас с вами появился в дашборде Поэтому мы с вами переходим в дашборд И вот здесь вот выбираем скопировать кошелек, который у нас уже к нему подключен Мы копируем данный кошелек и вставляем его в игровом боте Нажимаю готово После этого нам система показывает уведомление о том, что ваш кошелек подключен Собственно, все, мы сделали основные действия, которые были нам нужны Теперь у нас и в дашборде, и в игровом боте будет указан один и тот же кошелек Почему это было настолько важно сделать? Потому что, опять же, возвращаясь к тому способу распределения Как нам будут выдаваться токены Pixfi Они будут выдаваться на основании того, какой у вас будет баланс в дашборде И отдельно, какой у вас будет баланс в игровом боте Соответственно, проще и лучше, чтобы у вас начисление было только на один кошелек Постарайтесь, чтобы у вас был указан один и тот же кошелек Как в дашборде, так и в игровом боте Если вы это сделаете, это минимизирует количество потенциальных проблем Которые в дальнейшем могут возникнуть И тогда вам должны нормально начислить дроп, нормально начислить все токены И что не должно появиться каких-то сопутствующих проблем Что ж, друзья, надеюсь, что после просмотра текущего видео У вас больше не останется никаких вопросов касательно того Какие именно задания и активности нужно выполнять Для того, чтобы вы гарантированно получили дроп от данного проекта Если команда разработки нас не обманет и не будет никаких переносов То в таком случае мы сможем увидеть листинг буквально уже на днях Поэтому есть еще немного времени Подготавливайтесь, выполняйте задания и будем вместе с вами ожидать листинг А за сегодняшнее видео я всем благодарен Оставляйте свои комментарии, ставьте нравится данному видео Делитесь им, и я буду снимать для вас еще большое количество роликов Всем большое спасибо за просмотр и до новых видео